И к другим темам. Паводковая ситуация под контролем. Спасатели Петропавловска оповещают жителей поселков Заречный и Кожзавод о необходимости быть готовыми к приходу большой воды. По предварительным прогнозам специалистов, в областной центр она прибудет уже через неделю. Гульнара Кали вместе со спасателями побывала в зонах возможного потопления. Это видео житель поселка Кожзавод Сергей Черепахин снял в прошлом году во время паводка. На кадрах видно, как дом оказался полностью окруженным водой и выбираться в город на работу приходилось на лодке. В этом году к паводку тоже подготовились. Вещи поднимем, да и все, и лодку настроим. А так-то вообще надо трапы ставить, да и все, и вся проблема. Не надо никуда эвакуироваться, потому что никто не бросит дом. Никто не бросит. Тем более здесь у нас и собаки, и живность. По прогнозам спасателей, паводок придет в поселке Кожзавод, а также Заречный уже через неделю. Сейчас спасатели оповещают жителей о необходимости быть готовыми и принять необходимые меры безопасности при приближении большой воды в поселке. Вручают им памятки. Прорезка поступления на подъеме уровня воды в случае эвакуации. Отденьте соответствующую. Желательно прорезиновую одежду. Произведен объезд поселка Заречный и поселка Хромзавод для оповещения людей о предстоящем паводке и мерах действия на случай возникновения паводковой ситуации. Сегодня ситуация в поселках Заречный и Кожзавод стабильная. Дороги открыты. Хотя лед на реке Ишим уже тронулся и вода пошла. Жители надеются, что спасатели сработают оперативно и слаженно, как во время паводка прошлого года. Вот куда только идти надо, в город надо выходить. Тогда нам плохо было. А так мы сидели, как на островке. Пока ничего не делаем. Живем вот так. И живем, ждем. Что касается общей ситуации с паводком в регионе, то по данным спасателей, на пятницу 17 апреля на Сергеевском водохранилище уже пошел перелив через гребень больше, чем на метр. В связи с приближением Большой воды из села Кулыколь у Алихановского района эвакуировали 67 человек в село Каратау. В Петропавловске силами воинской части 52-859 города Караганды, которая прибыла в регион на подмогу, проводятся работы по закрытию переливных труб в районе Подгоры. Обстановка по паводку на постоянном контроле руководства области и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Гульнара Калиш, Желудызбекер Муканов, Новости МТРК.